Паразитка Ева 2, ребятушки, на первой плейсэйшн это Доксэйшн с улучшенными HD текстурами, мы с вами продолжаем прохождение. В первой миссии также у меня возник вопрос, кстати говоря, сейчас у меня возникает ещё один вопрос, почему у неё два Apple Watch'а на руках, на левой и на правой руке, посмотрю, у неё часы, вон, видал? Вопрос, почему, да, саундтрек решили назвать, один из саундтреков, как Беззубый Король, это было весьма удивительно, на самом деле странно, но мы с вами движемся дальше, Беззубый Король, Ричард, обдрыстанное сердце, ладно, давай, очкастый, да, да, готов, всё, погнали, пора выезжать, всё, отлично, открывай ворота, береги себя там, конечно, братан, ты как хотел, полностью переведённый на русский язык, так как игра не имеет озвучки, то, разумеется, перевести текстуры людям не составляло трудо особого. Всё, погнали на мустанге, давай, баба, разгоняйся, хорош, смотри, в хромаке не врежься только. Ты езди там, крутись, только смотри, в Долс-Анджелес башня Акрополит, 256, 14 сентября 2000 года. Так, у нас твои машины, полицейские. О, толстый, усатый. Иди, Петя, опять объелись. Хорош, баба! Бабумс! Смотри, какие текстурки-то, а. Шестигранненький, ох, шестигранный огонётик. Итак, мы с вами подъезжаем на наши мустанги. О, алло, Монде! А где Лойветрон? Нету Лойветрона, бабища у нас с тобой как раз была на распродаже. Закупилась куртёха, что-то она себя... Почёсывает себя за ухом. Она вроде не собака, но... Всё равно почему-то почёсывает себя за своими волосёнками. Так, а мы с тобой движемся. Так, братан, ты как, нормально? Тело спествовался, как много крови. Ну, чё? Всех уработали, конечно, а вы как хотели. Шестигранный, ты куда двигаешься? А, вот всё. Я специальный агент Аябрею из Кипма. Декамуфлированный иммунологический, эпидемиологический мануфест. Я не знаю, короче, ребят, тоже придумывайте какие-нибудь рифмы. Пишите в комментах какие-нибудь рифмы к словам, которые здесь есть. Отделение ФБР. Кипма? Ах да, у вас же есть разрешение. Конечно, проходите. Ещё какое разрешение? У нас с тобой лицензия на все виды автоматов, пистолетов, травматов, всё на свете. Что здесь происходит? Вообще ничего непонятно, говорит сюжет полиции. Мы отправили своих ребят на крышу, но они не выходят на связь. А вертолёт только что загорелся и упал. Лучше бы военным прибыть сюда побыстрее. На самом деле удивительно, почему вот одна какая-то бабища способна на много, а всех остальных поразносили шланги. У нас с тобой кто-то канализацию откачивает. По которым говнецо двигается. Для всех тех, у кого своя личная канализация дома, вот они знают, что это такое. Особенно в частных домах, кто живут, понимают, о чём речь идёт. Полицейский вертолёт. Выживших нет, жаль. А так хотелось. Полицейская линия написано. Полислайн. Полицейская линия. Мужик, батюшки мои, ты же из терминатора второго-то посмотри, жидкий. Я специальный агент Брею из ФБР. Подсумок висит у него. Что происходит на крыше? Ну, группа полицейского спецназа отправилась туда 10 минут назад, а мы уже потерялись здесь связь. Если внутри гражданские, их уже эвакуировали. Все они кричали про каких-то монстров. Понятно, спасибо. Окей. Каких-то монстров. Баба сейчас наведёт порядки. Будьте осторожны. Конечно, буду осторожны. Она же бабища, она у нас с тобой уже была на распродаже здесь, поэтому чё ей бояться-то ничего не надо. Закалённая. Акрополис, Плаза. У нас с тобой какой-то магазин. Сержант, агент ФБР только что вошла в здание. Вообще-то не ФБР, если что, а Кипма. Кипр, Кипр. Ты охотница из Кипра? Вы сказали, Кипр, сержант? Да, баба ездила на Кипр, вот она и купила там на распродаже, да? Да, а ты что, не слышал ничего про Кипр? Ты чё, это ж город такой. Чё, это охотники на монстров. Хаус Бастерс! Хаус Бастерс! Они сформировали команду после блокады Нью-Йорка 3 года назад. И всё, бабища уехала. А с тобой у нас подсвечивает прожектор Эмпериас Хилтон. Но мы с тобой идём дальше. Итак, приехали. Десятый этаж. Опа, никого нет, видал? Ха, все стоят не двигаться, а всем войти из сумрака. Опа, опа! Никого не видать. Тишина. Ладно. Сейчас будем наводить свои порядки. Аварийный выход. А почему нельзя было по нему пройти? Вопрос, почему по нему ещё нельзя было выйти, тоже непонятно. Ну ладно. Давай, моя шестигранная подруга, движемся с тобой дальше. Итак. Батюшки мои, какая-то статуя. Какого-то араба с мечом. С мачетой. Боже, говорит баба. Батюшки мои, что-то всё и стреляли. Все окна, короче, всех перебили. Все кругом валяются. Выход. Никого не видать. Магнум. Почему-то это по-английски единственное слово, которое не перевели. О. Какой-то у нас с тобой додик стоит. Головастик. Я его вижу в темноте. Мобила звонит. Ну пошёл прочь, головастик. Так. Алло. Это полицейский спецназ. Жуткий запах пороха и крови. Тела лежат друг на друга. На, 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 на друге. Спецназ самое боеспособное подразделение полиции. Но даже они. Прикинь, никто не выжил. Да это бред какой-то. Давай, подруга, бери трубку. На филет. Приём. Алло. Агент Брея. Да, говорит Болдуин. Ты уже на месте. Хорошо. Это Болдуин. Что? Даже полицейский спецназ? Ясно. Обычно НМС не способен на такое. Никелированный мануфест. Сабмура. Астероид Белл. Это что за название какой-то странной компании? А почему не Панасоник? Почему не Самсунг? Почему именно астероид какой-то Белл? Белый астероид? Ладно, пускай так будет. Раз вам так удобнее. Нам нужно больше информации. Будьте осторожны. Конечно, сохранить. КП. КПП. Контрольно-пропускной пункт. Давайте. Сохраняемся на контрольно-пропускном пункте. Сейв сохранён. Так. Сейв сохранён. Всё записано. Никто не выжил. Ну, ребят. Ладно. Ну, померли и померли. Чё, с кем не бывает? Сами знали, они на какую работу устраивались. Они ж чё? Зря устраиваются на такую работу, что ли? Ну-ка. Ребята. Фриз. Единственное выражение, на которое хватило у разработчиков денег. Не стреляйте, ФБР. Замёрзнуть, говорит мужик. Вы ранены? Противогази. Смотри, Дашпаруски написано. Спецназ. Ничего серьёзного. Сыно всё будет хорошо. Где остальные спецназовцы? Вы их разве не видели? Те монстры убили всех. Вообще всех? Да, кроме одной женщины. Она гражданская не успела. Так, если бы я не был ранен. Пожалуйста, спасите. В смысле, где ты ранен-то? Успокойся. Ну да, прихватила спину. Где она, спрашивает? Чё ты в кармане ты роешься? Наверное, до сих пор сидит в кафе. Пожалуйста, нас тут передали ключи. Получен ключ от кафе. Смотрите по сторонам. Окей, мужик. Так, Кока-Кола. Торговый автомат. Давай Кока-Колу купим. Праздник нам стучится. Праздник нам стучится. А, это же сентябрь месяц. Какой праздник? Да ничего. Никто не стучится. Есть только... Нишизак наши баби-то в этот самый. Спасите скорее. Спасите её. Ну как бы... Братан, ты тут сиди, давай отдыхай. Вот он минус, ребят, текстур. Объясню, в чём прикол. Обрати внимание, он сейчас передвинулся и сидит. Вот это плюс, ещё минус, как моего очень ультра широкоформатного монитора 21х9. Вот именно с этим эмулятором, что некоторые объекты, некоторые текстуры, как вот с данным нашим с тобой героем, да, может быть вот такое, что, допустим, какая-то картинка более-менее меньше. И вот он у нас с тобой вот так сидит. А когда мы с тобой передвигаемся, он вот здесь вот уже сидит дальше. Ладно, погнали. Всё, выходим. Сейчас мы тут в своей порядке-то на видео, так сказать. Так, у меня на F1 сохранка, всё. Даже, по сути, я могу не сохраняться в игре, я могу сохраняться на свою кнопку F1 в эмуляторе. Но лучше сохраняться в игре, потому что если вдруг эмульфт в какой-то момент накроет, он у меня резко вылетит. Это полицейский спецназ, жуткий запах. Да подожди ты, баба, спецназ самая боеспособная. Мы с тобой уже читали это всё. Так, вот. Это карта крыши. Ага. На ней отмечено расположение помещений. Загружу я её в свой GPS-навигатор. Карта открывается с кнопкой Select на геймпаде. Но если что, так на минутку, если здесь используется Яндекс-навигатор, ну, скорее всего, используется гугловский, разумеется, текстура на 2000-й год, у них карта не была прогружена. Поэтому, по всей видимости, никто знать не знал, что у нас с тобой есть. Но у нас с вами, так как мы используем не Google, а Яндекс-навигатор, то, соответственно, у нас с вами всё, мы видим лифтовый холл, далее внутренний дворик, развилка, наблюдательный пункт, фонтан, мост, вантит, наверное, церковь, ты прикинь, даже церковь есть, батюшки мои. К святой Айбрею, наверное, у нас с тобой церковь, ладно. Кофе. Кофе, у нас с тобой красная точка моргает, у нас с тобой наша Алиса нас ведёт. Так, нажмите кнопку крестик, чтобы спуститься. Ну да, она же без этого сама-то не знала, не догадалась бы, как тоже... Высказательный знак. На скамейке что-то есть. Опа. Ящик с боеприпасами полицейского спецназа заполнен патроны 9-го калибра, возьму-ка я их себе на запас. В ящике находится неиссякаемый запас патронов, прикинь. Да без... 500 патронов, парабеллум, 9 миллиметров, хорош. Держите в памяти места с такими ящиками. Насколько мне известно, по-моему, они должны на навигаторе быть отображены, но почему-то не отображены, ну ладно. У него тяжёлое ранение, большая потеря крови. Его кожа ещё немного тёплая. Бицелин. Так надо было капсулу сожрать, тебе врач сказал, принимай таблетки. А ты таблетки не принял, вот и помер. Всякое бывает. Я же говорю, будьте всегда аккуратнее, всегда принимайте, вам врачи говорят, будьте это самое. Давай, погнали, баба, спускаемся вниз. В кафешку. Но за столиком, любимой кафешке, разреши поцеловать. Батюшки мои! Нет, полиция! Я спасу тебя! Аркадий Паровозов спасёт тебя, а ябрею несётся в бой! Сдавайся, тварина! Наведём тут свои порядки. Куда ты прыгаешь? Что ты скочишь? На тебе! Головастик! Горбатый! Братан, ты как? Всё у тебя в порядке? Ребята, это же спецназ, но это же бред полнейший. Спецназ должен был всех их порешать. Опыт 42, ООО 48, итого 248. М-4. Эм, это, по-моему, наш с вами электромагнитная энергия, так сказать, наши бабищи, а ябрею. Тихо-тихо, братан, ты как, батюшки мой, одноглазый? Ты же... Я из ФБР. Всё будет хорошо. Ты не полицейский, ты пират, походу. Берегись, это не... Не люди или нелюди. Это... Это не люди, конечно, не люди. Они на сотрудника полиции напали. А где у него рука? Спряталась. Ну, всякое бывает. Батюшки мой, ты чё так выросла? Смотри, какой огромный стал. Он умер. Ну, бывает, чё? Я опоздала. Он знал, на какую работу шёл. В смысле? Ну, конечно, опоздала. В чём вообще одна единственная бабища должна наводить порядки в каком-то бизнес-центре непонятном в одиночку? Где все ребята? Так, перекинуть нам с тобой не надо. Важные вещи. Так, ключ от кафе. Антикварный ключ. Я думал, активированный ключ. Не поймёшь, батюшки. Кто так переводит? Дверь открыта ключом от кафе. Давайте. Где же наша любимая Алла Борисовна Пугачёва со своей самой дорогой и прекрасной песней? Но за столиком любимой кафешки. Что-то здесь всё поразбросали. Кофе кто-то разлиг, кто-то надрестал. Пицца какая-то недоеденная. Ух ты, подруженция. Привет. В очках какая. Няшка у нас с тобой. Подруга, всё будет нормально. Не ссы, смотри-ка, светорочки, няшка. Она, наверное, своего парня ждала. Мэм, я приехала, короче, типа из Скипма. Я из ФБР, выведу вас отсюда. Всё будет в порядке. Короче, баба на радостях потеряла сознание, что видела свою подругу. Не дождалась мужика, встретила подругу. Всё такое? Оп, раздёрнулась. Она живая, прикинь? Батюшки мои. Подруга смывает свой грим, смывает... Да, смотри. У него вырастает третий горб. Это бабища в 12 часов. Короче, золушка в 12 часов превращается... С костями, с горбом. Смотри, у неё открывается третий глаз. Разъезжаются зубы. Баба превращается в бывшую, прикинь? Бывшую, ну, бывшую, а? С красными глазёнками. Волосы. Батюшки, какая ты страшная. Короче, смыла... Что такое? И заблела. Заблела, как лошадь, короче, реально бывшая. Она смыла макияж, короче. Это бабища после смывки макияжа в 12 часов ночи превращается вот в такое чудо. Гигантская. Ну-ка, стой тебе, дамага. Ну-ка, давай-ка мы с тобой сейчас тебя огнём. Огненными шарами тебя. Пирокинезом. Ты куда идёшь? Отвалила. Так, тихо. Текаем. Всё. Хорош. О, запищала, видал? Смотри, какой у него грудак накачанный. Э-э, один глаз вытек. Это точно бывшая. Э-э-э, похоже, чё сказать. Бывает. 300 опыта, нормально, спасибо. О-о-о, 200. У нас с тобой 200 бабок дали. М, так, 30. Найдены предметы. Бицелин. Ну-ка. Чё там такое? Никогда не видел таких монстров. Странно, у него за ухом какой-то металлический имплант. Это, походу, слуховой аппарат. Что это? Металлический имплант. Взять этот предмет? Конечно, взять. Смотри, какой-то... Э-э, какой-то укол за ухом непонятный. Всё, забрали. Всё, валим отсюда. О! Прикинь, бывшая ещё живая. Дёрнулась. Выпечка. Ай, я пригнись, батюшки мои. Бабах им в лобешник. Прилетело. Братан, ты как... Он... У него же пневматика в руках, смотри у него. Так, прощайте мои... О-о. Оставь их себе. А чё у него? У него реально пневматика, смотри, потому что там, видишь, надули красная метка. Я раньше не видел таких монстров. Это новый вид? Лысый из паразитки. Он может что-то превращаться в людей. Что? Он был замаскирован под человека? Нет, трансформировался. Раненый офицер полицейского спецназа попросил меня спасти её. Спецназовец? Чё он такое? Где маска и перчатки? Почему мы на кассовом аппарате без маски и перчаток? Алё. Всё. Нам нужны пушки побольше. А, я свяжусь с кипом и вызови подмогу. А чё с текстурами-то произошло? Ясно, береги себя. Чё случилось, короче, с текстурами, прикинь? Потому что он без маски был. Ну ладно, погнали отсюда. О, головастики. Здорово, ребята. С горбами. Получается, короче, это был главный головастик. А это не такие главные головастики, потому что они маленькие. У нас с тобой, короче, крит. Видишь, как теперь у нас с тобой одинаково пишут по дамагу? И при этом крит это когда вот такая вспышка происходит. На тебе, головастик. На. Всё, хорош, отъехали. Ребята, всех порешали. Они, короче, у нас с тобой растворились. Какую-то оранжевую жишку. Опыт. 426 и того. О, 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 96, 544, М, 8 энергии. Восстановили у нас с тобой того 30. Найден предметы. Перцовый баллончик. Давай заберём. Тим, кто он зачем нужен? Вообще, перцовый баллончик сожрали. Прикинь, ты что додумались? Так, поднимаемся наверх. Нам с тобой надо будет засевиться. Так, давайте, Акрополис. Так, ага. Получен предмет, спасибо. Так, нам с тобой надо идти, наверное, в другое место. Надо засевиться на всякий случай. Позвонить по нафилету нашему с вами подкреплению. Алло. НМС нового вида могут превращаться в людей? Ясно, прости, но я не могу представить подкрепление. Все наши охотники на заданиях. Кстати, может это и не сильно поможет, но тебе разрешено использовать любое найденное оружие. Пользуйся им с умом. Ну, это все. Агент Кар-1 на связи, подключаю его. Я слышал, что случилось, говорит Пирс. На, этот очкастый, который. Чего вот у людей за привычка вообще у Лары Крофта воровать очки? Я не понимаю, вот скажи мне. Но он же очки спер. Откуда же взялись НМС, способные менять свою форму? Возможно, тот имплант прольет свет на этот вопрос. Обязательно принеси его ко мне. И будь осторожна. А я. Конечно, бабища будет осторожна. Куда же ей? Так, да подожди, ты куда ты в разъеме? Не вынимай, говорит Атриум. Не вынимайте карту памяти. Конечно, мы не будем вынимать сохранение. Движемся дальше. Оп, спускаемся. Хорош, полезненькие, чудесненькие. Так, ладно. О, здорово, у кого-то доедают. Приятного аппетита. Что, тебе не учила твоя мама головастик, что нехорошо есть с пола? Животик болеть будет. На тебе. Все, уработали. Еще минус один растворился. В какую-то подливу непонятную, оранжевую. Опыт 42. О, о, 48. Так, у нас, кстати говоря, есть опыт. С тобой, может быть, что-то можем попробовать перекачать. У нас с тобой есть митохондрия, смотри. Так, поджог 750. Требует область действия. Потребление М. У нас с тобой, видишь, теперь мы с тобой можем вручную. Задержка 38. Осполнение врагов. Вручную прокачиваться, если есть желание на то. Метаболизм уровня первого область действия. Потребление М7. Задержка 36. Не быстрое самоизлечение от вредных объектов. Нормально. Нет, слишком еще что-то какое-то дорогое. Так, о, братан, ты как там? Нормально. Отдыхает, смотри. Кто-то проколол его при полимерной жилете и выпадошил бедолагу. Невероятная сила. Давай, может, заберем у него. Я рядом с ним что-то есть. Пенициллин. Все, что ли? Зачем ему нужна была плесень? Совсем молодой. Как жаль, что его жизнь окончилась вот так. Ну, так он сам, я говорю, выбрал такую работу. Ну, куда шел? Так, давайте, элеваторы. Внутри виден эскалатор. Эта дверь автоматическая. Просто так ее не открыть. Двери обесточены. Ну, ладно. Окей, хорошо. Так, погнали. Теперь эта дверь открыта. Отлично, прошли куда-то. О, фонтан. Так, шестигранные текстуры. О, Посейдон. Здорово. Что это у нас с тобой такое? Посмотрим. Фонтан Посейдона. Да, прикинь, я угадал. Ха. У нас с тобой писающие мальчики, писающие дяденьки в самом верху. Смотри, на потолке. Ну, и, соответственно, непротекстурированный фонтан Посейдона шестигранный прям такой весь. Из себя. Так. У нас с тобой, может быть, сюда надо было, да? Погнали, зайдем. Посмотрим, что у нас с тобой. Мыши, крысы! Где же наш с вами Ивлев и наша подруга? Из-за... Все, наводим в свои порядки. Опять мы с тобой, короче, приехали. Из санэпидемстанции. Погасить всякую нечисть. Так, у нас с тобой ключи. Так, опыт 32. О, 176. У нас с тобой ровно как раз попятихатка. Можем прокачать нашу митохондрию. Минохондрию его поджег. Изучить. Так, 500. Нет, это некроз. Малая шаровая молния. 500 стоит. Давай шаровую молнию возьмем. Че будем с тобой молнии пускать? Прикинь, электрическим. Будем на электролизованной бабище. Так, ключи. Здесь висит ключ. Синий ключ. Взять предмет. Конечно, взять предмет. Почему же не взять? Так, у нас с тобой... Че у нас с тобой здесь такое? Видимо, это расписание работников. Работников кафешки. У нас с тобой все, короче, свалили. Так, у нас с тобой бойлер. Можно было водички еще заодно попить. Хотя, судя по его зеленому цвету, наверное, вода не свежая. Пускай так. Так, че у нас с тобой такое? Ага, камеры. Смотри, ну-ка. Подожди, так, на плюсик давай нажмем. Так, оп. Давай. Увеличим яркость. Во, хорош. Так, че у нас с тобой такое? Нажать. Первая камера. У нас с тобой лифты никого нету. Так, это у нас с тобой спецаторец сбежал. Пой, что у нас спецаторец сидел. Сейчас его теперь тут нету. Так. О, это Руперт. Руперт Голберг. Смотри, короче, куда-то он ушел. Походу, навел порядки в кафешке. Это спецаторец, значит, что-то выжил. Так он же живой был. Но что он там делает? Не знаю, че-то там ковыряется. Возле статуи. Так. Крыша. По всей видимости, никого нету. И... И какой-то у нас с тобой зрительный зал, наверное, там смотреть. Надо этими... Ну, вот эти вот, которые вдаль такие бинокли. Ладно. Пусть так. Так, че у нас с тобой надо сделать? Наверное, включить электричество. Может быть, я ключ А и ключ Б. А и Б сидели на трубе. А упал и Б упал. Это я труба шатал. И она отличается от правой. Пускай так. Ладно. Давай попробуем Ва вставить. Все, ключ... Синий ключ вставлен. Так, у нас с тобой открылся эскалатор, который сперли, по всей видимости, из метрополитена со станции Бабушкинская. Это был 2000 год, поэтому об этом инциденте никто не знает. Ладно. Так, идем дальше. Все, выходим. Так, че у нас с тобой? Подожди, знаешь, че у нас с тобой надо делать? Мы с тобой можем, кстати говоря, здесь зайти, навести тоже свои порядки. Разобраться со всем происходящим, так сказать. Ну-ка. О, головастик. Тебе сказали валить домой за маской и перчатками. Негоже стоять за... А этот почему мертвый вообще валяется возле кассового аппарата? Посетители придут. А вы тут мертвые валяетесь, все съеденные. В конце-то концов. ОП-34, ООО-34, М-31. Так, у нас с тобой итого 802 доллара бабок, я не знаю, что это такое. Так, внутри находится ампула. Стимулятор. Обычно стимуляторы в Фоллауте третьем были в виде шприцов. То здесь у нас с тобой, ввиду исключения, нам с тобой дают какое-то... Вообще-то здесь больше ничего нет интересного. В смысле? Это огурцы, посмотри, стоят. Вот он, видала? Давай огурчиков похаваем с тобой. Соленья, помидоры. А почему холодильник вообще открыт? Он же так разморозится, все испортится. Алло, еда и так, дорогая. Кто будет раковина? В ней стоит грязная посуда. Так, давай помоем. Ты же бабич, ты должна мыть фритюрница-то. Фритюр давай возьмем. Масли плавает, набухший картофель. Так, давай заберем. Пока дают-то. Еще один спецтазовец. Его одежда пропитана кровью. А следы от зубов до укусов похожи на человечьи. Здесь что-то есть. Целин у нас с тобой. Смотри, взять. Это обезболивающее. Так, мы с тобой возьмем нурофенчику. Микроволновая печь. Ладно. Все, пойдем отследовать. Ребятушки, 24 минуты. Давайте, наверное, с вами выйдем вновь из кафешки. У нас с тобой, кстати говоря, на карте. Я вижу, вот видишь, у нас с тобой красное. Что это за красное? Это означает, что там есть противники. Это прекрасная возможность зарабатывать, получать деньги и получать опыт. Кафе. Пицца. Пицца кужурится. Так, у нас с тобой есть журнал. Научный журнал. Открыт на странице со статьей о метахандриях. Ух ты, прикинь. Давай изучим. Прочитаем, что там про нас пишут. Важные предметы. Научный журнал. Мендель. За сентябрь. Мендель. Что-то какое-то странное название. Мендель, Крендель надо было назвать. Мендель. Известный журнал о генетике со списком терминов для обычных читателей. Тема этого места. Проект. Геном человека. Каталог метахандрии. Передовые технологии генотерапии. Будущее клонированных органов. Базовый термин метахандрии. Это органеллы. Органеллы. Как есть маринелла. Это органелла. Находящиеся в клетках большинства зукоритов. Зукариотов. Каких-то. Кто такие зукариоты? Зука. Они обладают собственной ДНК. И это подтверждает теорию о том, что метахандрии это остатки других организмов, которые были поглощены носителями вскоре после зарождения жизни на планете. Доктор Маеда создал альтернативную теорию, которая гласит, что метахандрии сознательно вступили в симбиоз с носителями. Это мы с тобой помним Маеда Дармаеда, который с первой части был паразитки. Метахандрин занимаются выработкой аденозитрифосфата. АТФ. АТФ по-моему по-другому переводится. Я знаю, что такое есть АТС. Это там, где телефонные линии проходят. А вот АТФ это что-то новенькое для нас. Это биология. Термин биологический. Который является важным источником энергии для клеток. Гены. Это последовательность нуклеотидов ДНК, ответственные за генетические признаки. ДНК это дезиксирибонуклеиновая кислота. Это вот правильно говорят. В целях которой хранится генетическая информация, кодируемая соединениями азотистых оснований. Аденином, гуанином, тимином и цитозином. Блокада Манхэттена это популярное название для серии странных событий, произошедших в последнюю неделю декабря 1997 года. Это то, что мы сами проходили, помните? Как раз вкануне Рождества-то. Инцидент, сопровождающийся множеством жертв и порчи полицейского имущества, закончился массовой эвакуацией и временной блокадой острова. Морская пехота взяла ситуацию под контроль, но уже после того, как количество жертв и пропавших без вести людей возросло до 1287. Прикинь, сколько много? По официальной версии это был акт биологического терроризма, устроенный генетиком Гансом Клампом, который создал искусственный вирус. Ну да, понятно какой вирус он создал. Судя сейчас по нашим датам. Другие источники утверждают, что правительство скрывает правду. Вот тот факт, что полицейский детектив Айя Брею из Нью-Йорка, чьи героические действия помогли остановить кровопролитие, была пациентом Клампа. Лишь усилили подозрения СМИ. Вирусный вектор. Это способ передачи генетического материала, при котором секция ДНК внедряется в подходящий для этого вирус, а тот внедряется в клетки тестового субъекта, меняя его ДНК. Прикинь, сколько много мы с тобой прочитали всего имплант из мозга, существо способно превращаться в человека. А давай мы с тобой... А, ну так она же бывшая, конечно, потому что она превращалась в человека. Все понятно. Ничего нового. Ничего удивительного мы с тобой не услышали. Бывшая превращается в человека, разумеется. Что-то там у нас тут кто-то... Крысы, мыши опять. Где? Почему? Бачки мои, еще и бабочки. Крысы, бабочки. Что это за это самое? Чудо природы какое-то здесь. Ну-ка. Все, бабочек всех раскидали. Мышей разбросали. Какие-то маленькие мыши. Помнишь, какие здоровые были раньше мыши. Сейчас у нас с тобой такие малюсенькие-малюсенькие. Там были гигантские, а сейчас маленькие стали. Так, опыт 18, 52 и того. О, 120, 922. М6 установили, 31 максимум у нас с тобой. 110 здоровья. Как видишь, теперь мы с тобой ловла должны прокачивать вручную. И разумеется, у нас с тобой хпшка наша не повышается. Поэтому всю игру, скорее всего, мы с тобой на этот раз будем ходить примерно с таким количеством здоровья. А может быть, жилеты все у нас с тобой что-то смогут повысить. Мы с тобой запасаемся боеприпасами, ребятушки. Сохраняемся. А пока что это все. Не забудьте писаться, когда поставить лайк, рассказать друзьям. Если еще этого не сделали. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Курлетите, не переключайтесь. Но все крутого и мне неинтересно. Самая ваша иранка. До новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо за отчет. Продолжай расследование, говорит Болдуин. Погоди, как Болдуин мы позвонили? На мобилу, что ли? На айфон, на его 15-й позвонили? Не поймаю. Болдуин же здесь ходил. Мы как ему позвонили? Я ничего не понимаю. Что за бред? А, это не Болдуин был. Болдуин, наверное, там где-то там какой-то... Болду гоняет, сидит, короче, в своем этом полицейском участке. И слушает только на своем стуле все, что он может. Так что, ладно, ребятушки. Скоро увидимся. Спасибо за внимание. До встречи. Приключайтесь. И пока-пока. С вами был ваш Иранка. Всем пока-пока.